Возрожденная передача Мы решили пригласить участников мейн-эвента, главного события Рестлеров, которые будут драться друг против друга за главный титул Независимой Федерации Рестлинга Как вы понимаете, речь идет о действующем чемпионе НФР Народном чемпионе Антоне Дерябине И его теперь уже бывшем друге, бывшем напарнике И так же получилось нынешнем претенденте на данный титул Слава Нескубин, дорогие друзья Антон Дерябин и Слава Нескубин Уже состоявшиеся легенды НФР Все фанаты знают и помнят их имена С самого первого появления на ринге Независимой Федерации Эти двое спортсменов просто покорили зрителей своим обаянием и стилем рестлинга И конечно же многие из фанов до сих пор помнят Антона и Славу вместе как команду За те годы, что они выступали в паре Антон и Слава стали одной из самых доминирующих команд в истории НФР Многократные чемпионы, победители почти всех командных соревнований И кроме того, каждый из них еще выигрывал чемпионство НФР в одиночных матчах В общем, Антон и Слава по праву вписали свои имена в историю Независимой Федерации Рестлинга И как команда, и как сольные рестлеры Но как же так произошло, что их команда не только распалась Но и отношения двух бывших напарников переросли в откровенную ненависть Напомним, что Слава ушел из НФР по причине травм и плотной занятости в музыкальной сфере Антон же продолжал покорять новые вершины и завоевывать главные титулы Но в 2014 году случилась непредвиденная, а именно образовалась группировка власть За самое короткое время власть в буквальном смысле подмяла в НФР все под себя И кто противостоял им? Никто иной, как Антон Дерябин Да, он был не один, но именно Антон стал настоящей головной болью власти Справедливости ради стоит отметить, что при этом и доставалось Антону тоже прилично Однако он не сдался и в отличие от многих рестлеров НФР не перешел в станка врагу И вот как раз в этот тяжелый для Антона момент в НФР вернулся Слава Нескубин Старые друзья плечом к плечу начали отбивать позиции у власти И в итоге Антон положил конец этой группировке, выиграв главный титул у Ильи Малкина 2014 год принес группировке власть, поражение и развал И к радости фанатов возвращение на ринг старой и любимой команды Славы и Антона И все гадали, что будет дальше А дальше было вот что Начало 2015 года ознаменовалось началом нового большого командного турнира НФР За титулы чемпионов НФР в парных боях И конечно Антон и Слава согласились в нем поучаствовать Многие зрители видели в них фаворитов турнира и будущих обладателей чемпионских поясов Но к шоку всех главные претенденты и самые опытные участники турнира проиграли в первом же раунде И после этого началось Претензии и упреки Славы и Антона друг к другу переросли в откровенное враждебное настроение И генеральный менеджер НФР Михаил Никитин предпринял попытку примирить друзей И назначил им новый командный матч уже вне турнира В надежде, что Слава и Антон забудут о своих противоречиях Но в итоге данный бой окончательно и бесповоротно рассорил теперь уже бывших друзей Более того, ссора впервые переросла в открытую стычку А дальше вражда только развивалась В ход пошли вмешательства в матчи, нападения со спины Использование посторонних предметов и постоянное нарастание градуса ненависти между Славой и Антоном Всех зрителей интересовал только один вопрос Когда? И на это у Михаила Никитина был готов ответ Росля до 2015 И никаких больше рукоприкладств До 26 сентября 2015 года Хотелось бы сказать, что нам потребовалось очень много времени Для того, чтобы пригласить этих рестлеров вот так вот сюда В одну студию Зная о том, что их отношения заставляют желать лучшего Ну и на всякий пожарный, чтобы не было никаких эксцессов За порядком сегодня будет следить генеральный менеджер независимой федерации рестлинга Михаил Никитин Приветствую Приветствую присутствующих на студии бойцов Приветствую вас, дорогие друзья, те, кто смотрит нашу рубрику И личный раз напоминаю вам То, что по условиям контракта между двумя сторонами, между двумя этими рестлерами Они не имеют права нападать друг на друга До официального начала своего поединка на Росляде Итак, все формальности соблюдены Приступим Ребят, первый вопрос Я так понимаю, что надеяться на примирение между вами в ближайшее время не стоит Так скажите, чего же нам всем ожидать на Росляде 2015? Какое примирение? По-моему, уже все давно ясно Мне лично сказать, касательно какого-то примирения Нет, может, вот у него что-то найдется Ну да, примирение Он же самый у нас умный, народный чемпион, любимец публики Ну давай, давай, скажи Все, давай, когда 9 лет мы выступали вместе И вдруг ты меня предаешь Ты бьешь меня стулом Ты вмешался в мой чемпионский матч Я не понимаю, что это творится в твоей тупой башке, если честно На самом деле, я не понимаю твоего поступка Да чего ты это сделал? Ты что, хочешь чемпионство, да? Ну, пожалуйста, у тебя уже есть матч А чего ты вообще хотел? Чего ты хотел? Давай начнем просто немножко сначала Ты начинаешь сейчас втирать о том, что чего я хотел Ты напомнил про 9 лет А ничего то, что, скажем так, эти 9 лет я просто задолбался выезжать постоянно И весь матч этот, собственно, выносить на себе Что ты делал для того, чтобы мы чего-то добивались? Ты выносил на себе? Это я тянул нашу команду А ты все время, ты просто добивал людей Ты просто делал удержание И просто купался в лучах славы Вот что ты делал Вот ты больше ничего не делал в этом матче В любом матче, в любом командном матче Будет чемпионский матч Будет еще что-то Ты все время был за моей спиной Ты был слабым звеном в нашей команде Ребят, 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 подождите Я, конечно, вас прерву Извините, пожалуйста Хотелось бы внести такой примеряющий фактор небольшой Я думаю, выражу общее мнение Вот вы совершенно напрасно спорите по данному вопросу Мое мнение, как мне кажется Вот я, как человек, который наблюдал долгое время со стороны Вы отлично вообще дополняли друг друга все это время Ваша команда не была, что кто-то кого-то вытягивает Вы работали отлично Кто-то был силой, кто-то был скоростью Все было здорово Вы вспомните За эти 9 лет Сколько было потрясающих моментов Вот честно Если вспоминать Ребят, вы выиграли первый командный турнир Вас называли народной командой Сколько противников Вы вспомните, сколько противников у вас было Какие это были противники Ну вот вспомните любого И как вы работали в паре Ну разделывали же Ну парни, вы вспомните Нет, ну согласен Были крутые времена Времена, когда была народная команда Когда мы уделали Лешева и Громова Да, вот это было, кстати, неплохо Брей, ВВВ Вместе с Вахнеем Три идиота, блин Они что сделали же? Нормально было Ну это да Ну, кстати И власть тоже победили Помнишь, как Илюша-то плакал, бегал, как девочка Да, еще проиграл пояс мне Да, молодец был вообще Потрясающая у вас команда, конечно Но, но это не меняет факта того Что ты предал меня Ты предал меня Ты сделал так, что все сейчас крутится вокруг тебя Ты делаешь это нарочно Ты делаешь Ты просто хочешь славы, я понял Антон, вот как раз этот вопрос я хотел сейчас задать Ребят, вот ваша команда развалилась К сожалению Она развалилась еще давно Когда Слава ушел Ушел, оставил здесь меня Одного Тебе бедного такого несчастья А ты знаешь, если бы ты не ушел Подожди, если бы ты не ушел Мы могли бы выиграть тогда чемпионские пояса Но мы их проиграли в финале того командного турнира Вспомни, вспомни, когда было три команды Да тогда был нелепый косяк, что ты начинаешь? Что ты нелепый косяк? А кто был виноват? Так дело-то не во мне было Потом ты сразу Я ухожу, я ухожу Давай сделаем Давай сделай матч, давай И вспомни этот матч Кто победил? Подожди, подожди Это был я И какой мне составит труд победить тебя еще раз Я просто не понимаю, что в твоей тупой башке творится Я так понимаю, речь сейчас шла о том матче между вами Дружеский матч, дружеский Да, ты не забывай об этом Дружеский И от слова я ухожу Давай, давай, давай Давай, давай успокоимся Слушай, давай ты не начинай Мы еще с тобой разберемся 26-го Нас позвали обсудить Ты давай, не надо заводиться Давай начнем с того, что Вот даже касательно, что произошло Вот ты приспросил, да? Мне интересно было спросить вас вот о чем сейчас Команда развалилась Ладно, это уже свершившийся факт Но, вот по вашему мнению Мне интересно услышать мнение каждого из отца Кто повинен в развале команды? А вот мнение, Антон, твое В принципе, ну, понятно Ты его уже озвучил Но, чтобы расставить все точки на «и» Итак, соблюдаем протокол Кто, по-вашему, повинен в развале вашей команды? Хорошо, я начну Давай вспомним вот этот командный турнир, который начался У нас были все шансы победить Белого и Кримсона Но ты похерил все Ты провел мне гарпун Я не знаю, как ты мог не увидеть меня И провести именно мне гарпун Я понимаю, что Роня меня на тебя толкнул Но ты мог сориентироваться Ты выступаешь такое количество времени Что ты мог бы этого избежать И мы не раз избегали таких подловок Или вот этих вот, не знаю, стратегий от других команд Но ты решил вот провести мне гарпун Ну, я считаю, что это, извини, это твой косяк Ну, если это было... Подожди, извини, это твой косяк И из-за тебя мы выбыли из команды турнира В первом же, в первом же... В первом... Окей, окей, теперь слушай меня Скажи мне, сколько ты весишь у нас? Ну, большой взрослый дядя Я какой-то... ***, дурачок, б***ь Тебя просто взял? Просто вот тебя, большого дядю, взял и развернул Просто как щенка То есть, какой-то просто непонятно кто Тебя, чемпиона, победившего вот таких прям этих Вулкана, гладиатора Да там, перечислять можно Прям вот, молодец И тебя какой-то щенок просто развернул Я ожидал-то, что ты-то у нас сильный, мощный Возьмешь просто, и мы завершим все это Ну, блин, ты ни хера не смог сделать И все, и на это все так А теперь я тебе могу сказать дальше А помнишь, как ты просто в этом же матче Умудрился? Опять-таки, блин, сейчас уже не вспомню То ли с Ролей, то ли с Белым Один хер, они одинаковые Кто толкнул во время 3D на меня? Я не помню уже кого И меня выбило Кто? Согласен, согласен здесь А теперь продолжу я А знаешь, почему это произошло? Потому что тебе с самого начала было глубоко насрать на этот турнир У тебя, окей, есть пояс чемпиона И что дальше? Ты думаешь, да нахер мне этот командный турнир? Что я с него возьму? Ну, побьюсь я с этим, с этим, с этим А, выиграю, не выиграю, да? И хер с ним Все Вот это были твои мысли Это было видно по матчу, по твоему лицу Ты когда вернулся, ты когда вернулся Вот твои слова Они правильные Ты говоришь Ты большой Ты должен сделать Вот именно Ты всегда надеешься на меня Нет Нет, подожди Подожди Я не надеюсь Грена себе Давай Ты надеешься на меня постоянно Я надеюсь? Да Кто? Ну, окей, окей Я извиняюсь Да, конечно, я оттолкнул, может быть Случайно как бы Но это вышло случайно Но проводить гарпун, извини меня А кто сказал? Это надо быть тупым и слепым просто человеком Успокойся Ты так не нервни Нет, подожди Хорошо, хорошо Давай, окей Окей И что? Скажи, что мне нужен только вот этот поезд и все Я хотел выиграть этот турнир Я хотел доказать, что у нас еще остался тот запал Когда мы выиграли первый командный турнир Но ты ни хера этого не показал О, ребят, да Хотел я дать ребятам возможность выговориться Но я так понимаю, что если их сейчас не остановить Это дело может растянуться на долгие-долгие часы Ну, бывает такое Накопилось, хочется высказаться Ладно Я так понимаю, виноватых нет и виноваты всем Ну, ладно, опустим этот момент Ну, точнее, Слава Нискубин виноват Ой, ну, сразу же найдет виноват Ну, правильно Так ты и действуешь постоянно Ты только ищешь виноватых и ноешься перед всеми постоянно Это я ноюсь? Ты ноешься? Ребят, ребята, ребята Ты... я ноюсь? Ты ноешься? Когда я нылся? Когда я нылся? Тихо! Ты, ты... Ты... Ты ты... Тихо! Тихо! Ты успокойся! Не переживай, Миша Все нормально Слав, тогда тогда... Ты лучше его успокой! Его успокой! Так я-то... У тебя рестлеры как ненормальные себя ведут! Слав, послушай... успокоен от других. В принципе, да. Итак, ладно, мы возвращаемся к спокойному и конструктивному обсуждению. Слава, у меня такой вопрос. Ну, ладно, пробежала, допустим, между вами черная кошка. Ну, бывает всякое. Ну, друзья, поздорили, помирились. Бывает. Но ты выбрал несколько иную тактику. Вместо того, чтобы так же встретиться, как вы сейчас общаетесь, мы могли бы поговорить, да. Может, подраться даже могли. Ну, никто не увидел. Но ты решил свою месть сделать публичной. Ты вот нападал на Антона после этого неоднократно. Вопрос такой. Почему ты решил нападать, а не попросил просто отдельного матча, чтобы уладить разногласия свои? Так нет, ну, почему нападать? Смотри. В первом, по-моему, шоу после командного турнира, проиграть. Вообще, должен благодарить меня. Там уже было, по сути, это раз-два-три, и Вова забрал бы просто этот титул. Эй... Это матч еще с Кулаковым. Это вот матч с Кулаковым. Я просто тебя спас. Благодари меня. Прямо сейчас, давай. Упади и моли мне в ноги. Скажи спасибо. Спасибо за то, что ты показал, какой ты друг на самом деле. Я вообще друг. В этом матче я знал, что Вова сейчас приведет мне суперкик, и я готов был среверсировать, но тут выскочил этот... И спас. Спас. Ооо, да, что ж ты спас? Тебя. Да, меня. Ты видел последующий наш матч с Кулаковым? Ты спас меня там? Ой, ну я уже не стал в это вмешиваться, блин, мы как две девочки. Там, Дру, я тебя люблю, ты меня любишь, ты мой друг, я твой... Может, тебе друг друга в жопу поцелуете? Да, а ты сам-то как ведешься, эээ, давай, давай, чувак, сделаем этот матч, давай, давай, и только надеешься опять на меня! Слушайте, чувак, на меня! У меня тут сейчас... Вот согласен, давай по чесноку, извини, пожалуйста, пресс, давай по чесноку, ну вот, вот скажи, вот, ты вернулся, да? Ну. Молодец, помог с властью. Окей, я переговорил с тобой, как сказал пресс, мы с тобой поговорили, все, сделали матч, мы избили этого лопаточку и Илью Малкина, мы поставили конец власти, ну, точнее, в конце уже я поставил точку над властью. Ну, так, добил просто, чуть-чуть, чуть-чуть добил, да. Ну, я думаю, что... А тогда до этого год забивали тебя. Подожди. Согласен, согласен. Ну, я был один, чувак, и я все сделал один. Ты пришел на готовенькое, когда практически власть развалилась за счет меня, и ты просто пришел на готовенькое. Дожди. Вот, я Слава Нискубин, любите меня, я вот такой классненький, я вот суперзвезда НФР, такой возвращенец, я ушел, и я вернулся. И что теперь? И все должны, да, Слава, Слава. Круто. Вот это круто. А оставаться НФР, 9 лет здесь выступать, бороться, бороться за вот этот титул, вот это, вот это главное. А ты, а ты все это похерил. Ребят, у меня такая мысль сейчас появилась, ну, я не знаю, это мое предположение. Слава, вот твои вмешательства, может быть, они несли все-таки более какой-то, ну, не знаю, как это назвать, характер, может быть, не отмещение, допустим. Получение. Ну, ты, ну, нет, а я говорю, не стреляю. Это зависть. Это зависть. Погодите, ребята. Зависть, чувак. Зависть чему? Зависть того, что я добился много НФР, а ты нифига не добился. Да ладно. Ты просто решил, то есть, подожди, и чего же я не добился? Ты просто решил, именно все, что я зарабатывал за это время, ты решил просто прыгнуть выше этого. И за счет меня ты решил подняться. Я это буду повторить, потому что это так действительно и есть, чувак. Нет, я хотел сказать несколько об ином. Есть у меня такое предположение. Вот, допустим, Слава, да, вся ваша история началась после вот этого вмешательства в матче с Владимиром Кулаковым. Правильно? Смотрите, как интересно получается. Слава вмешивается, титул остается у Антона, потом была еще одна титульная защита, которая тоже. И потом, опа, у нас Михаил Никитин, да, вот ты у нас назначаешь матч за чемпионский пояс между Славой и Антоном. У меня такая мысль, Слава, может быть, это дело для того, что тебе легче, ну, ты вот, например, знаешь, что у тебя, тебя ждет тайтл-шот, и тебе нужно драться за чемпионский пояс. И тебе, например, как Антон, противник гораздо удобнее, потому что вы выступали столько времени вместе, и бороться тебе было бы легче с ним, чем, допустим, с кем-нибудь другим. Нет, я думаю, ты абсолютно не прав. Да, мы за 10 лет, я уверен, знаем друг друга лучше, чем кто-либо. Вот, но сейчас вот могу даже, знаешь, тебя похвалить просто. Я не буду отрицать, ты очень способный, умелый, мощный борец, да, ты выигрывал награды, там, выигрывал пояса. Я не буду отрицать, я же это не отрицаю, ты просто вообще большой молодец. Вот, но насчет того, что удобно-неудобно, мне абсолютно похер. Удобство, неудобство. Тут далеко не титул на кону. Тут не титул на кону. На кону стоит, скажем так, вещь, которая, ну не знаю, покажет Антону, что все вот эти вот его фразы, которые он сейчас сказал, уже 9 лет, ты брался за моей спиной, все это полная чушь. То есть, если я правильно понял, вот ваш матч на Росляне, каков вам все-таки... Придом, подожди, извини, пожалуйста, мы тебя сегодня перебиваем, да и сам нас позвал сюда, поэтому... Приходится терпеть. Приходится терпеть. Вот так вот говорим, да, он напомнил про матч, который был, когда я ходил, проиграл. Окей, проблем нету. Давай вспомним еще один очень интересный матч, когда вот этот как раз-таки титул оказался у меня. И у кого я его выиграл? Ну, кого я его держал? Я не слышу. У меня и Рейва. Нет, кого я удержал? Меня, я признаю это, чувак. Это был тройник. В тройнике, возможно, все. Ну, не суть, в тройнике. Не на один матч. Ну, согласен, ты тогда выиграл чемпионство, я пожил тебе руку, я признал поражение. Здесь вообще вопросов нет. Итак. Но дело-то не в этом даже. Дело-то даже не в этом. Сам факт того, что я его выиграл у тебя, удержал я тебя, провел гарпунь я на тебе. Ты сейчас устраиваешь тут вещи о том, что вот, и ты прятался, я говорю, еще раз повторюсь, за моей спиной, ну, нифига, видишь, не прятался же. Не прятался, окей. И право на то, чтобы биться в этом матче, я тоже выиграл. Не прячься за твоей спиной. Правильно же? Правильно. Вот. А матч-то на самом деле, у меня-то был на тот момент очень-очень-очень тяжелый, в котором я выиграл это свое претендентство. Если кто не помнит, я сейчас, скажем так, с великим удовольствием, напомню, это был матч с лестницами, бился я с Рони Кримсоном, по-моему, был 2008 год. В тяжелейшем матче я снял, скажем так, это претендентство, которое висело с специальным сертификатом о том, что я могу биться за чемпионский пояс. В тяжелейшем матче без твоей спины, с лестницами, а не борясь, как там, отжимаясь друг с другом, там, с гладиатором, с вулканом. Так что... На этом матче, я тебе напомню, у меня был матч пояс против пояса, я дрался против Владимира Кулакова, на тот момент чемпиона хардкор боях, и тогда у меня был хардкор матч, и тогда я был чемпионом независимой федерации рестлинга. Ну, так и в итоге ваш матч закончился чем? Что ты просто валя... вы два таких увольны развалились, и лежали просто такие, не могли за тыл кончить матч, унесите нас, пожалуйста. Да? Да. Окей. Окей. В конце нашего матча на расследовании, когда я выиграю, я подниму на тобой пояс, а потом я возьму два стула и положу твою голову на них, и отхерачу тебя так, что тебе мало не покажется. Ты после этого завершишь карьеру, понял? Я тебя отомчу за то, что ты бил меня дальше. Кстати, это... Голова-то прошла? Хе, смешная шутка, офигеть. Я тебе таблеточки подарю. Не-не-не, лучше их после матча оставь себе. Я думаю, они тебе понадобятся. Они и понадобятся. Да, товарищи, бойцы! Тиша. Я сижу здесь с самого начала и слушаю, 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 как вы... Два взрослых, два здоровых мужика, два спортсмена, две легенды рестлинга российского. И вы здесь петушитесь, как школьники на перемене. Ой, я не пойду в столовую, ой, меня море, ладно, обидело. У меня уже кулахи чешутся, вот честно. Но я не имею права, конечно, применять какую-либо физическую силу к вам. Вывели вы меня изрядно, конечно, из себя, своим поведением, не подобающее для людей вашего уровня. И знаете что? Столы, стулья, лестницы. Я убью двух зайцев сразу. Я усложню жизнь вам. И сделаю это шоу еще больше привлекательным для наших фанатов, для тех, кто придет посетить его. В Мейн-Ивенте Реслиада у вас будет матч по правилам столы, лестницы и стулья. И там уже посмотрим, у кого из вас будет болеть голова. И драться вы будете, честно. И не будете после матча махать кулаками. Вам ясно? Вот так-так. Что тут остается? Только развести руками. И добавить, в принципе, нечего. Единственное, что я бы, наверное, хотел сказать. Ну, попытка не пытка, как говорится. Я все-таки попробую. Ребят, может, ну и вау, все это. Может, вы готовы пожать друг другу руки и просто забыть об этом обо всем. Я понимаю, что может быть не очень красиво по отношению к зрителям, фанатам, которые придут на расследу. Но, может, вы просто возьмете и забыдете обо всем. И все будет как раньше. Ты сейчас пошутил? Нет, я вполне серьезно. Мало ли. Столы, лестницы, стулья. И главный титул, подвешенный высоко над центром ринка. Ты залезть-то сможешь? Высоты не боишься? Я залезу и сниму этот пояс. А еще побью тебя. Ну, это еще, так сказать, неизвестно. Подержи, подержи. Не долго. Знаешь, я хочу тебе сказать, помнишь, что ты выиграл титул на пять минут? Так вот, это будет единственный пять минут, когда ты держал этот титул. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой, не сказать, что позитивный, скорее, минорный, ну, для отношения этих двух рестлеров в ноте, но для позитивной, на позитивной, для зрителей Росляда 2015, которых ожидает уже очень скоро матч. Антон Дерябин против Славы Нескубина. Бой за титул чемпиона НФР по правилам ТЛС. Столы, стулья, лестницы. Ну, а мы с вами прощаемся. С вами была передача «Лицом к лицу». С вами был пресс. Генеральный менеджер Михаил Никитин, Антон Дерябин, Слава Нескубин. Всем спасибо, что смотрели. Покупаем билеты на Росляду 2015 и до новых встреч. Пока. Желаю тебе удачи, Слава. Удачи в этом матче. Себе удачи пожелай. Слава Нескубина. Слава Нескубина. Слава Нескубина. Слава Нескубина. Слава Нескубина. Слава Нескубина. Продолжение следует...